Целая галерея открылась на площадке торгово-развлекательного центра «Жар птица». В этом году в конкурсе участвуют художники. Впрочем, среди работ не только картина, а также скульптура, украшения, одежда. Главная задача для участников – придерживаться темы. Произведения должны быть о Нижнем Новгороде. Художники представили 70 работ. На этой выставке вы сможете увидеть. На мой взгляд, эта выставка получилась очень богатой, знаковой. Даниил Скузоватов работает в технике график. Он лауреат различных межрегиональных выставок. На этом конкурсе он представляет три своих картины. На всех изображен Нижегородский Кремль ночью. Такой достоверности удалось достичь всего лишь с помощью пластика. Это бумага. На нее наносится грунт. И она очень похожа, как будто ты на сливе рисуешь. На сливе сначала протираешь на лед, его убираешь, он темненький дает цвет, а потом ластиком вытираешь. И если нужно немножко цвета добавить, вот где-то в башню я добавил, то здесь уже можно пастелью поработать. Александр и Ксения Аверина участвуют в конкурсе вместе. Их картины на выставке видно сразу. Несмотря на старинные костюмы людей на них, это современный Нижний Новгород. Эта работа посвящена празднику Красная Горка, который мы увидели как-то на Щелковском хуторе. Здорово, когда в торговом центре какие-то культурные события происходят, потому что это же важно для духовной составляющей человека. Картины не единственные экспонаты на этой выставке. Вот это, например, коллекция валенной одежды Татьяны Котылевой. Вот эти народные костюмы представляет творческая мастерская Леля. Здесь даже выставлено колье из драгоценностей, однако в центре, внимание, народные промыслы. Вот Кремль, расписанный городецкой росписью. И вот такая ваза под хохлому. Знаете, впечатления самые замечательные. Я сразу хочу сказать слова благодарности организаторам, поскольку действительно мы все объединены одной целью – любовью к нашему городу. Это уникальная возможность заявить о себе, показать все свои возможности, открытие новых перспектив, которые дает организатор в рамках этих мероприятий. Поэтому, конечно, это позитив. Все эти работы оценят экспертные жюри. Главный приз – 500 тысяч рублей. Эти деньги победитель должен будет направить на создание серии работ, которые выставят в Нижегородском художественном музее на 800-летие Нижнего Новгорода. Итоги подведут 10 декабря на праздники в честь дня рождения торгово-развлекательного центра «Жарптица». Вообще конкурс сам по себе в нашей системе организационной работы в области изобразительного искусства просто не имеет аналогов. По крайней мере, в нашем городе я других таких форм работы с сообществом и изобразительным искусством не встречала. Я думаю, что это один из очень немногих конкурсов, которые у нас были, для профессионалов я имею, по крайней мере. И с тем призовым фондом показать себя, попробовать. Удачу. Выставка продолжит работать и после окончания конкурса. Кстати, организаторы также учредили приз зрительских симпатий. Каждый посетитель может проголосовать за понравившуюся работу до 16 декабря. Вход на выставку бесплатный. Наталья Миронова, Илья Васенин, Столица Нижней.